Приобретение новенького железного коня у автодилера до недавнего времени было абсолютно безопасным вложением средств. Но за последние месяцы представители сразу нескольких популярных автомобильных марок так и не смогли выполнить свои обязательства перед клиентами. Вот так и семья Черепановых, которая вот уже год пользуется общественным транспортом, хотя ее представители предполагали комфортно передвигаться на новеньком китайском кроссовере, который был куплен в автосалоне «Юг» на Берском шоссе. 750 тысяч мы отдали за новый автомобиль, которого у меня до сих пор нет. У меня есть только заочное решение суда и пустая коробка от автосигнализации. На покупку автомобиля Черепановы решились в начале 2015-го. Споры о том, что лучше подойдет для семейных потребностей, поддержанный европеец или новый китаец, длились больше месяца. Но пробная поездка на кроссовере «Черри Тига» любезно предоставленном автосалонам «Юг» расставила точки над «И». Сделали тест-драйв, нам понравилась машина и решили приобрести автомобиль в автокредит. Договор заключили в понедельник. Девушка-менеджер Кощеева Наталья пообещала, сказала, что я машину уже получу буквально в среду. Но ни в среду, ни в понедельник и ни в какой другой день недели обозначенный менеджерами салона свой «Черри Тига» Ирина Черепанова так и не получила. Уже 30 апреля директор ООО «Юг» Алексей Зайцев рассыпался в извинениях и просил подождать еще. Мы со своими клиентами всегда устраиваем корректно. Времена разные, времена бывают тяжелые. В автобизнесе, по-верху, сейчас не лучшие времена. Но мы в любом случае договор исполним. Уже в мае, когда несытные завтраки Алексея Владимировича окончательно приелись Ирине, на арену вышел серый кардинал «Юга». Директор автосалона «Зайцев» всегда меня перенаправлял к Мачихину. Я с ним встречалась, он мне пообещал автомобиль выдать до 30 июня включительно. Вскоре кредит доверия, предоставленный автосалону, был полностью исчерпан. В июне мы уже поняли, что автомобиля мы никакого не получим, потому что, получается, как это, люди кидают. Мы решили обратиться в суд. 27 августа 2015-го Бердский городской суд обязал нерадивого автодилера, отказавшегося решать вопрос полюбовно, выплатить Ирине Черепановой не только стоимость кроссовера, но и штраф вкупе с компенсацией морального вреда. Если изначально требовательная составляющая составляла порядка 756 тысяч рублей, это и есть стоимость автомобиля. То на настоящий момент, согласно исполнительному листу, взысканию подлежат суммы аж порядка миллиона трехсот тысяч рублей. Почти в два раза. Однако эта судебная победа реальной пользы семье Черепановых не принесла. Ведь король южных кровей оказался голым, и взять с него нечего. Все те помещения, которые они занимали, были арендованы, а имущество, которое реализовывалось, это было взято имущество на реализацию. Поэтому имущества, принадлежащего самой организации, у них нет. До сегодняшнего дня Юг не выплатил Ирине ни копейки. Она по-прежнему пешеход, погашающий автокредит. В подобную ситуацию попали и другие клиенты салона, в том числе и гости из ближнего зарубежья. Например, Александр Кашеваров из Казахстана, который еще в феврале 2015 заплатил Югу больше миллиона за супер-турбовый внедорожник в комплектации «Люкс». Привезут машину где-то примерно 28 февраля нам обещали. Потом начались отписки, гарантийные письма, что типа в марте месяце получите, в апреле месяце получите, ну и так дальше. Проблему они мне не могли объяснить. Что конкретно, где моя машина, что в данном... Не могли ответить. Сказали, ждите, ждите, ждите. По-прежнему ждет и Николай Куличенко, заплативший 733 тысячи за кроссовер «Черри Тига» в ноябре 2014. В начале января мы подали претензию. Ответ на претензию получили с описанием того, что деньги были отправлены не тем платежным поручением работникам бухгалтерии. Якобы не на тот счет или не в ту организацию. Осенью прошлого года в автосалоне с удивленным лицом заявили. Автомобиль стоит на ответ хранения у другого дилера сейчас. То есть, в принципе, как добросовестный покупатель, клиент Куличенко, он может его забрать. Абсолютно. Правда, на поверку все оказалось не так гладко. Ну, это невозможно просто. Как они могут забрать невыкупленные автомобили? Этот автомобиль принадлежит «Черри автомобилей Русы». Юг к ним никакого отношения вообще не имеет. Если придет другой покупатель, мы продадим им эту машину без всяких проблем. На данный момент пошел второй год уже, как идут судебные тяжбы, разбирательства. Очередной раз мне Георгий Сергеевич Мачихин обещания свои выдает. И уже не верится, и слабо верится во все эти обещания. Сам Георгий Мачихин как-то нелепо объясняет несостоятельность Юга. В свое время просто были какие-то кредитные обязательства. И в начале 15-го года банки попросили все кредиты закрыть. Все на фоне глобального кризиса. Вот такая ситуация сложилась. Что это за банки такие? И что значит попросили закрыть кредит? Наш визавит так и не пояснил. Коммерческая тайна, наверное. Зато об успехах Юга по решению проблем других клиентов Георгий Сергеевич разговор поддержал с удовольствием. На начало 15-го года было 20 клиентов, с которыми возникли такие проблемы. На данный момент осталось 7. Всем вот этим 13-м клиентам выдали машины. 7 клиентов уедут на своих автомобилях уже до конца лета. Но судебные приставы исполнения автоделером своего супружеского долга не подтвердили. Действительно есть на исполнении порядка 20 исполнительных производств в отношении ООО Юг. Там, где у нас являются взыскателями физические лица. Если бы у нас были подтверждающие документы исполнения, мы обязаны оканчивать исполнительные производства. Соответственно, если они у нас находятся на исполнении, то документов руководителям организации, которые являются должником, документы не представлялись и не представлены. Эти 20 обездоленных клиентов Юга – лишь те, кто решились судиться и одержали победу. Сколько же всего людей обманулись в своих ожиданиях, приобретая новенького железного коня в недобросовестном автосалоне, остается только догадываться. Я по-прежнему плачу автокредит. И товар не получен по факту, хотя оплачен в полном объеме. Поэтому очередные жалобы и суды, наверное, впереди на данный момент.